привет смотри вы на канале пангайдин ну да сейчас я захожу в спальне в общем в принципе полы еще не сделаны потому что да я тут буду стелить новые полы но интересный момент что вот ну как говорится может как у творческого человека руки чашится уже что-то сделать и я уже если вы видите уже здесь гардины уже подцепил вот здесь даже уже липкую ленту сделал вот ну сейчас уже просто не терпится повесить особенно на южное окно потому что по утрам солнышко мне светит прямо в глаз будет с одной стороны хорошо но стороны уже хочется посмотреть как это все будет в реальности выглядеть но подробности после заставки очень прежде чем как повесить занавес и шторы конечно столкнулся с некими проблемами ну во первых до японии огромный рынок все это заточено принципе очень хорошие варианты дело цене просто какой-то дешевый там вешать тюль я не захотел вот во первых только на тем фасу куда ни зайди у всех она висит это неинтересно хочется что-то свое эксклюзивное и плюс учитывая мой стиль здесь как бы да вот поздняя римская империя которая позднее потом французы назвали ампиром но повторяюсь опять же ампир с французского это империя имперский стиль поэтому когда он тебя а не римский ампир да это одно и то же в общем столкнулся с некими проблемами значит эксклюзивный дизайн если сделать просто космических денег просто космических денег стоит чтобы сделать просто на день занавесе два тюля мне бы обошлось просто одно окно где-то в полторы две тысячи долларов просто а пойти купить там ну за 100 баксов ну такой стандартниками как-то мне не интересно было поэтому самое что интересно да я заказывал с украины занавес мы подобрали тот который мне нравится нужно точно такой же здесь занавес просто стоит очень дорого мы заказали его с украины и там нам пошили по конкретно по моему заказу подобрали да это вот шторы ну на этом как бы я не остановился ну что ли как хорошо кстати вы все заметили стены цвет какой да как бы когда покрасил вообще вроде когда красил ну белым цветом такое ощущение что было краше ну камера так передавал то сейчас как видите уже более насыщенный цвет в общем шторы и конечно же я заказал сюда красивые вот нужно будет потом цеплять верху в общем сейчас будем это дело восстанавливать тут я уже не держался уже прикрепил ленту липучку но здесь еще вообще только гардина цеплена ну что давайте сейчас приступим сначала занавес расскажу о некой проблеме который возникло когда заказывали я не учел тот фактор что у меня здесь то карниз до потолочные плинтуса как хотите назвать и что-то называть карнизами что-то карниз плинтус это внизу даже говорят ниже плинтуса уже не упадешь вот или упал ниже плинтуса потому когда потолочный плинтус это зададочно смотрю карнизы вот потому что карниз это то что под шифером идет под крышей окормление поэтому в принципе окормление потолка и стены правильно называть сюда карнизы ну да ладно пусть будет некоторые говорят потолочный плинтус в общем не учел этот размер вот поэтому когда мне делали занавеску и шторы соответственно конечно же под длину учитывая от потолка получилось этот зазор вот этом где-то 18 сантиметров лишний занавески но это ну какие проблемы сейчас пойдут в любой салон там не подкоротят ага не то-то было оказывается при том что проверяешь всем разнообразие в японии шторы занавесок да вам подкоротят под ваш размер но при условии что если вы покупали у них этот материал то есть в любой магазин даже такие ну мониторитом подкоротят сделал там но только если куплены были материалы у них это немножко проблема я так ну хорошо ателье какие-то есть нет опять же да есть ателье который эксклюзивно шли но только с их материала но такая фишка получилась интересная вот я думаю блин чем я самому короче я уже даже полез в youtube я кроме спортсерка ты можешь эти новой нет мы уже не шьем то может бабушка когда-то умело то есть это вообще проблема кстати мне даже пользуется они не сами не пришивать но там за исключением индивидуальных моментов почему эта проблема ну что зачем когда все магазине пошел там тебе сделали даже там юниклоу пошел или в какой-то другой магазин там купил штаны по длине подходит тут же тебе в магазине ему подкоротят сделать и все забирать там нет ателье очень не столкнулись и потом блин вспомнили мы что старые добротные я еще называл крокодильчики до зубчиковые крепежи вот то же самое вот просто загинается делается полос когда укрепленная до которой зацепиться можно и все я просто укоротил так сама шторы просто загнул закрепил их на вот такие вот зубчики буду садить и вообще элементарно все проблема сама собой просто испарилась так что сейчас мы все закрепим для занавески я белый взял для штор такие просто снержавейки а потом смеялся думаю а затем принципе то все равно все не будет видно ну да ладно в общем приступаем цепление а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, значит, сделал частично. Да, тут я уже, в принципе, сделал одну часть. Прикрепить, проверить, как липучка держится. И сюда вторую надо будет прикрепить. Так, ну что, погнали. Мне один кто-то написал, а что ты стремянку сегодня поставишь? Логика, где логика в стремянку сюда ставить? Поставил стремянку, залез, снял, потом слез, пока передвинул. Блин, это жутко неудобно. Стремянка, это когда, ну, тяжело доступные места, не можно дотянуться куда-то. А сюда-то зачем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну... Осталось теперь только вот сюда крепежи сделать под крючочки, чтобы сюда цеплять лабрикенчики. Вот так вот будет подвисать. Ну, красота. Тут присоберём пока. В принципе, эти можно и не присобирать. Хотя можно и тоже присобирать. Тоже будет красиво. В общем, надо будет ещё таких парочку. Ну, вот так вот должна выглядеть комната европейцев в Японии. Очень уютно. Конечно, многие сейчас нам скажут, о, это там, типа, нафаршировано. Ну, как говорится, по-богатому. Живём раз на этой планете, а когда там второй раз, мне неизвестно. Поэтому надо жить сегодня и сейчас. Так вот так вот нормально. Нормальная комната, нормальный интерьер. Да, конечно, у Гроха много времени. Кто следит за каналом, смотрит. Но это только спальню более-менее на финишную прямую вышел. Пол я здесь буду, мягкий пол, ковролин делать. Такой вот, может, в цвет обоев. Вот такой более понасыщенней. Цвет стен нормальный, такой лёгенький. Вот. Хочу большое ещё рассказать спасибо маме. В принципе, с её поддержки мы выбирали по интернету эти материалы. Всё там заказывали в салоне, всё пошив. Это всё, в принципе, с Украины. Так что тут частичка моей родины есть. Вот. Ну и большое спасибо маме за куклу. Сейчас я вам покажу. В общем, маме пошило вот такую вот куклу. Канами. В принципе, она очень чем-то на Канами и похожа. Вот. Как раз вот для нашей спальни. И вот чехольчики под подушечки такие вот классные. Вот. Может, даже скорее в зал пойдут. Там, где у меня будет диван. У меня там такой кожаный. Вот такого цвета рыжего диванчик классный. Вот. Как раз туда пойдут. Ну а. Как же это? Вышли на финичную прямую. А сейчас я перебираю в зал. Там ещё только-только всё начинается. Музыка. Вот так сейчас у меня выглядит дом. То есть практически я сейчас полы застелил, потихоньку готовлю покраски, поклейки обоев. Такой маленький, кажется, взгляд на дом Панга и Джина. Ну, этот туалетик вы все уже видели, все в курсе. Спальню сегодня вы увидели. Так что там все чики-пуки. Ну, а здесь мы все дружно пожали друг друга руки. Ну, я только к более-менее к потолкам подошел. Тем более, я клеить начал обои, передумал. Знаете, как всегда, хорошая мысля приходит опосля. То есть практически я тут даже не доклеил. Перестал клеить, потому что смысла я не увидел. Ну, да, потратил время, ну, деньги. Ну, такое, знаете, я решил панелями специальными, таким красивыми римскими панелями. Просто думаю, все, я заболел. Вот, так само потом здесь я не буду ничего клеить. Здесь вот старые обои отодрать и поклеить новые. Там можно даже и обдирать, не надо. А, нелегкие панельки, там, в принципе, даже нет смысла. Можно будет, даже если древчат отклеиться, подклеиться. Вот. Вот такой здесь угол. Видите, тут у меня сейчас все навалено, наложено. Ну, это мой диванчик стоит. Ждет своего часа распаковки. Там у меня будет стол. Вот эти три опорочные, да, это несущие колонны. Я их не могу убрать. Поэтому они у меня будут зашиты под римские колонны в стиле коринф. Вот. Там стенку я сделаю под камень расшивку. Вот. Только под римскую кладку. Не просто под какой-то там прованс. А именно под римскую кладку сделаю. Вот. И изначально, ну, диван будет здесь стоять. Вот здесь будет между проход. Тут вообще раньше была стена. И тут была дверь. Вот. И тут была дверь. Там было что-то вроде гардеробной. Какой-то. Ну, у него там склад был, продавающий хозяина. Как и у меня сейчас. Вот. Я это все разобрал. Тут стену разоромал. Во-первых, появился свет на лестничную площадку. Очень просторно. Воздух движения. Все это люблю. И вот, помните, видео одно. Я планировал дровяную печь поставить. Вот я сюда ее решил. Я решил ее делать не на первом этаже. Долго думал. Как говорится, плюсы и минусы. Я решил ее ставить на втором этаже. Вот здесь. Здесь я сам сделаю облицовку под камень. Такой. Сюда поставлю. Потому что здесь у меня будет телевизор. Вот. А туда камень... Этат. Печка дровяная. Идеально. Во-первых, почему? Я большую часть времени буду проводить здесь. Потому что здесь у меня будет стол, компьютер. И как бы смотреть, как горит каменчик зимой. Ну, всегда приятно. И плюс он как в интерьере тоже смотрится шикарно. А на первом этаже, ну что там? Ну, там столовая. Ну, поели и ушел, поднялся на второй этаж. И все. Кому он там горит, непонятно. А здесь кайф. Тут и времяпривождение. На диванчике сидел, он греет. Удобно смотреть. Там телевизор смотреть. Да, или просто здесь я буду сидеть. Вот где вот я сейчас нахожусь в зоне, где стол у меня будет. Вот. Тоже приятно лицезреть. Ну, и плюс контроль тоже своего рода. А там внизу, ну, да. И плюс там внизу там помощнее надо делать. Потому что, чтобы прогревать весь дом. Там где-то на 10 киловатт мощностью брать. А сюда достаточно будет поставить там 5-6 киловатт. С головой хватит. Он будет весь второй этаж теплый будет. И никаких проблем. Погодка классная. Это у меня южная сторона. Ничего не в курсе. Это вид у меня. Я как бы на горе такое нахожусь. Но для тех, кто недавно только подписался. Никто не в курсе, как все выглядит. А здесь вот парк примыкает. Тут строят что-то. Но, скорее всего, будет какая-то многоэтажка. А может, частный сектор. Не знаю. В общем, здесь у меня парковая зона. Блин, как быстро темнеет. Вот просто для примера. Вот к нами у нас там обореватель такой есть. Вот. Это электрический обыкновенный каминчик. Вот. Он очень дешево стоил. Там что-то экономик купил. В общем, развлекуха. Вот. Просто я для примера, что вот в этом углу и будет стоять у нас камин. Конечно, он будет раза в два. Два-два с половиной побольше размера. Может, даже раза в три. Вот. Ну, в принципе, смысл понятен. Что, конечно же, приятнее смотреть на огонек. А тут даже я кайф ловлю. Вот уже. Так. Ну, ладно. А мы сейчас приступаем. Чуть-чуть поработаем. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok